Кто хочет спросить что-либо, пожалуйста, вставайте, спрашивайте. Баба-джи, как дроп контролл, но держать уверенность? Как перестать контролировать? Он постоянно хочет контролировать. Он хочет, чтобы все соответствовало его ожиданию, чтобы он все знал. И все, что случается, он хочет знать. Но многие вещи, которые за пределами ума, он не сможет знать. И как только приходит осознанность, он уходит и контроль уходит. Нет никого, кто может контролировать. Как сохранить уверенность? Просто быть уверенным. Сделайте себя более уверенным. Сделайте себя более уверенным. Старайтесь быть более уверенным. Вот есть одна вещь такая. Все, кто делает медитацию, я говорю, минимум один час вы должны этому посвящать. Кто начинает, один час, для них это обязательно. Начинают с одного часа. Когда они хотят больше, один час до двух, два до четырех, какое-то время они имеют. Но это не значит, что вы должны один день делать медитацию. У вас есть работа, дома, в офисе. Вы не сможете все время вот так просто сидеть и делать медитацию. Поэтому вот утром и вечером по одному час делайте технику, которая вам нравится, кому-то нравится кундалини медитация, кому-то вы сидеть, просто наградать дыхание. Но этого недостаточно. Для начинающих хорошо, нормально. Если вы продолжаете, то же самое, что вот каждый день вы кушаете, моетесь, но вот этого недостаточно будет, вам нужно уходить глубже. И вы должны принести свою осознанность в повседневную жизнь. В противном случае очень тяжело, потому что два-три часа вы медитируете, и 21 час вы будете бессознательны, неосознанны. Это не взломает вашу неосознанность. В течение всего дня, пока вы работаете, вы должны быть осознанны. Мама, вот нужны деньги, нужна работа, вы идёте на работу. Если вам нравится эта работа, если вы любите её, то вы наслаждаетесь. И когда вы наслаждаетесь, и когда вы наслаждаетесь, вы что-то любите, вам нравится ходить, плавать, работать. Всё, что вам нравится делать, это ваша медитация. Везде, где вы наслаждаетесь, где есть любовь, вы находитесь в моменте. Там, где есть любовь, там время не работает. Умас наливается, если вы присутствуете. Но очень часто у вас есть работа, и вам не нравится, а нам не хочется избежать. В основном люди хотят избежать от своей работы. Потому что они не нравятся их работа. И, конечно, они не нравятся их работа. Там проблемы. Вызовы. Кто-то вас толкает на что-то, цепляет к вам, обижает. И так же вот люди вокруг вас, и все в уме. И ты хочешь сбежать от них, но это невозможно. И ты думаешь, я вот сейчас брошу работу. Всё, но ты без работы не можешь. Без денег не сможешь. Вот в этом случае вы должны просто принять. Куда бы существование меня не зависло, чтобы оно мне не дало, я просто должен наслаждаться, принять это. Как только вы это примете, вы начнете наслаждаться вашей работой. Вы принимаете. Вы принимаете. Да, что делать? Это работа. Существование меня здесь. В этом случае. Я не хочу. Если вы не любите, окей. Но вы можете видеть, что вы сможете проверить. Это значит, что я должен здесь быть. На этом месте. Это значит, что я должен здесь быть. На этом месте. Что ум вам говорит. Наблюдайте за тем. Что ум вам говорит. Наблюдайте за тем. Если вы будете работать, вы будете работать. Духание и тело с вами. Даже если вы в коме. Эти вот две вещи всегда с вами. Если вы будете наблюдать за телом, как випасана, один час сидите и наблюдаете за дыханием. Вдох, выдох. Випасане вы наблюдаете только за дыханием. Но во время работы, днем, вы можете наблюдать или за телом, или за дыханием. Просто наблюдайте каждый момент за своим телом, как он двигается. Это есть внутреннее путешествие. Если вы будете наблюдать за каждым движением, как рука двигается, даже моргнули глазами, вы знаете, что я моргну с кончиков пальцев до макушки головы. Тогда вы будете разделены на две части. Вы будете делать, слушать, все, что снаружи будет. И вторая часть, что у вас внутри. Медитация – это как стрела с двумя наконечниками. В основном стрелы с одним наконечником. Если вы слушаете, вы слушаете и забываете про внутреннее свое. А вы должны наблюдать то, что снаружи и то, что внутри. Вот вы сейчас меня слушаете, вы должны слушать меня и быть также с тобой. Вот это медитация. Тогда вот с такой медитацией вы сможете быть везде. Например, Если вы работаете, будьте осознан. Тогда медитация будет очень быстро случаться, если вы будете так делать. Это вот прям ключ. Будьте осознаны. Вот вы не умеете плавать. Вы заходите в воду, вы можете утонуть. Никто сразу не будет прыгать в воду, если плавать не будет. По берегу сначала пытаются. Потихоньку поглубже заходят. Поглубже, поглубже. Потом, когда вы уже научитесь плавать, вы можете плавать где угодно. И вот те кто не знает, думает, что если сейчас прыгну в воду, это невозможно плавать. То же самое с медитацией. Кажется, что это невозможно. Но если вы идете, попробуйте, попробуйте, попробуйте. И это будет случиться. И потом осознанность будет держаться. И потом осознанность будет держаться. И потом 24 часа в сутки она будет. И ум тогда очень быстро уйдет. Очень быстро. Потом нет контроля. Тогда что бы ни случалось, вы просто будете свидетельством. Это происходит. Эта рука двигается, нога двигается. Эта рука двигается. Эта рука двигается. Эта рука двигается. Ну а если бы нет осознанность потенциса. Так что ничего не подтвердится в н Mitchomais. То есть дышит до стандартных вещей, и несет сильный контактов, что нужно осознать то есть. Но если бы и не осознанность о том что быстро будете осознанность, то вы каждый стандартные компании будут опозданы. Если вы не осознаны, то начинается от негативной эмоции, грусть. Будьте осознаны с каждым шагом. Несколько месяцев вы будете всегда осознаны, если вы практичете. Это будет очень тяжело, потому что мы все время живем не осознаны. Nobody knows. Nobody even thinking, moving this hand, I have to be aware about it. I have to know. Каждое движение вы должны знать. Before enlightenment, when he was meditator, he going somewhere with one friend. And he using this technique. Be aware about body. Be aware about breath. If you aware about body or if you aware about breath. Somebody for easy be with breath and work. Somebody for be with body and work. Which things you like. Just catch one. If you aware about body, you will be aware all the time. If you remember the body, you will be aware all the time. Because body always there. Просто будьте осознаны. Или с дыханием, или с телом. Можете выбрать что-то одно. И Будда делал вот эту технику. С другом он ходил на прогулку. Разговаривали. И вот муха одна прилетела. Кружилась вокруг него. И он рукой хотел отогнать ее. Чтобы муха улетела. Через два шага. Он сделал два шага. Остановился. И вот он опять своей рукой сделал тоже движение. Чтобы муха улетела как будто. И вот рук вот стоял, тоже видел это все. И говорит, что ты делаешь? Он говорит, вот два шага назад. Я вот согрешил. Это не ошибка была. Это был грех. Это было греховно отношение к моей осознанности. Потому что я рукой воспользовался, как вот по привычке. Чтобы отогнать руку. И я вот вспомнил, осознал, что это очень большой грех. И я просто изменил. И исправил свою ошибку. Вот вы должны понимать, что каждое движение. Вы должны наблюдать за движением. И когда вы более осознаны с собой, то и с внешними вещами вы будете осознаны. Вам лишний раз не захочется вот даже ничего делать снаружи, не разболтать что-то, потому что вы заняты внутри. Ну вот постепенно вы придете в гармонию со своим дыханием, с наблюдением за дыханием. Вот или с дыханием, или с телом. Очень быстро осознанность расти начнется. Я знаю, когда я начинал медитировать, в самом начале, я наблюдал за каждым дыханием своим, за каждым шагом. Даже если нужно было вот куда-то пройти, десять минут всего это занимало. А я шел сорок минут. Наблюдал за каждым шагом. Меня спрашивали, что с тобой не так? Почему ты так вот медленно двигаешься, как в замедленном кино? Как в телевизоре бывают замедленные действия. Я вот так вот двигался. Я жил в маленьком городе. Меня все знали. Я закрывал магазин. Вот вся деревня говорила про меня, что что-то не то с ним. Он очень медленно работает, очень медленно ходит. Ничего его не интересует. Потому что весь мой интерес был внутри меня. Я вот потому что думал тогда, если я буду вот использовать свою руку неосознанно. Я не должен не упустить ни одного вдоха, выдоха. Это заняло вот несколько месяцев. Сначала я осознанно ходил, наблюдал за телом. Потом с дыханием работал осознанно. И осознанно пришла. И я стала постоянно осознанной. Это случается. Для начинающих, по этому я вам говорю, вот один час. Кто вот несколько лет уже этим занимается. Для тех, кто нужно идти глубже и быть более осознанным. Как только забыли наблюдать, просто начинайте заново. Когда в один день случится, что вы будете осознанно постоянно. Эта осознанность, это как ездить на велосипеде. Если вы не умеете на велосипеде кататься, сразу сесть на него и поехать тяжело. Как правило, падают. Несколько раз вы упадете прежде, чем научитесь. Даже если вы уже научились чуть-чуть кататься. Вы можете все равно внезапно упасть, когда вы на что-то другое будете смотреть. А вот когда уже научились, вы можете одно время даже разговаривать. Даже если, а когда вы тоже совсем научитесь хорошо кататься, вы можете даже без рук кататься на велосипеде. Можете разговаривать, делать что-то параллельно. Потому что вы уже умеете. Ну, поначалу кажется, что это очень тяжело. Если вот кто-то падает и говорит, нет, я никогда не смогу, это тяжело. Медитация, это похоже что-то. Просто нужно практиковать, быть осознанным. Ну, вот поначалу вам нужно приложить усилия. Практиковать. Тогда вы будете осознанным и постоянно. Назいました. Уб opis. Медитация... Л 인 praktически много. Всё. Но больше нет, больше нет. Ну, ну, полу everything you flowed it you going with it moment to moment you every moment decide next moment next moment decide next moment and you moment a comment